Сильный характер, яркая игра. Слоган вторых игр стран СНГ органично вписался в творческую ауру летнего амфитеатра в Витебске. Главную концертную площадку фестиваля искусств переоборудовали под спортивную арену. Смонтировали специальное освещение, установили самый современный ринг. Размер 8 на 8 метров. Стандарт международных соревнований. Второй такой же в спортзале ВГМУ для тренировок спортсменов. Опробовать площадку доверили 13-14-летним воспитанникам с дюшор в Витебска. Это очень сложно, что эти соревнования проходят в моем родном городе. Я постараюсь прийти на эти соревнования. Постараюсь, как бьются спортсмены из разных стран. И буду болеть за своих. На вторых играх стран СНГ в Витебске выступят опытные 18-23-летние участники. Однако и юные спортсмены, которым доверили тестировать арену, финалисты первенства Беларуси. Несмотря на свою юность, они уже достаточно опытные ребята. Шесть спортсменов. Все шесть спортсменов были ранее кто-то чемпионом, кто-то призером первенства республики в своей возрастной категории. В плане спортивного спарринга они готовы всегда. Тренировочный процесс ежедневный. Поэтому я думаю, что они покажут хорошие подготовительные бои сегодня. Во время генеральной репетиции все по сценарию. Церемония открытия, приветственное слово от областных властей, концертные номера. Для режиссерской бригады Центра культуры Витебск это совершенно новый опыт. Здесь же работают все службы. Правоохранители, медики, антидопинговый комитет. Регламент соревнований по тайландскому боксу стандартный. Бой в три раунда. Короткие и зрелищные. Первый раунд. Судейская бригада следит внимательно. На вторых играх стран СНГ к белорусским рефери присоединятся коллеги из других стран. Я считаю, судейство будет на высоком уровне. Здесь не будет, кто какой представитель какой страны. Здесь, я считаю, будут судить судьи по красный угол, это красный угол, синий угол, это синий угол. То есть должен побеждать сильнейший. Никакой политики. Политика здесь исключена. Здесь нет политики. Здесь все друзья, все товарищи. Готовность инфраструктуры Витебска ко вторым играм стран СНГ оценил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук. Осмотрел площадку, зону разминки спортсменов. Принял участие в репетиции церемонии награждения победителей и подчеркнул особую объединяющую силу спорта, которая может сплотить народы. Проведение таких мероприятий, оно не просто знаково для людей, особенно вот в этот период, когда и конфликты есть, и войны есть. Сегодня через спорт надо выстраивать дружеские взаимоотношения между всеми государствами. То, что сегодня на игры стран СНГ, помимо девяти стран, которые сегодня заявлены были, уже мы, вот только что, 24 страна подтвердила свое участие. 24 страны, это очень достойный уровень. Для нашей страны на сегодняшний день 2167 спортсменов уже зарегистрировано в нашей коррекционной системе. Для сравнения, первые игры стран СНГ 1137. Практически в два раза у нас спортсменов больше. Это говорит о популярности данных соревнований, о популярности страны, я думаю, нашей. На вторых играх стран СНГ соревнования по муай-тай соберут в Витебске представителей семи стран мира. Это около сотни спортсменов. Бои в летнем амфитеатре пройдут с 9 по 13 августа. Вход для болельщиков будет свободным.